С самого утра началась работа на рельсовом пути. На замене железнодорожного пути задействованы порядка 30 рабочих. С подрельсного основания убирают деревянные шпалы. Вместо них укладывают железобетонные. На данном этапе происходит смена железнодорожного пути, соответственно, с подрельсным основанием, который до ремонта лежал на деревянном подрельсном основании, выработавшим свой нормативный срок службы. Ну и, соответственно, экологически нецелесообразно используют деревянные шпалы, так как они пропитаны криозотом, негативно влияют на экологию. И переукладка идет на железобетонные подрельсоснования, которые намного надежнее, прочнее и долговечнее. На данном участке будут уложены рельсовые плети, которые укладываются без стыков. По словам начальника Стельтамакской дистанции Александра Яшина, смена железнодорожного пути снизит шум от движения поездов. Соответственно, жителям города будет благоприятнее проживать в непосредственной близости от железнодорожного участка. Рабочие обещают завершить монтаж к концу ноября. Меняется полностью участок от города Кумертау до станции Ермолаево протяженностью 12,5 километров. На данный момент уже 6 километров пути уложены, остается положить столько же. Рабочие столкнулись и с недовольством автолюбителей. С утра дорога под путепроводом, соединяющая улицу Пушкина с Бабаевской, была перекрыта. Водителям приходилось стоять в пробке до 40 минут. Однако нашлись и понимающие автолюбители. В принципе, неправильно, что закрыли вождение, чтобы тут не ездили. Потому что может быть такая ситуация, что что-нибудь да упадет и повредит автомобиль. Вот. Ну а то, что они стояли, я думаю, ну это же не на весь день. Достаточно перекрыть всего одну транспортную артерию и происходит то, что происходит у меня сейчас за спиной. Напомню, подобный коллапс не первый, возможно, и не последний. Но радует, что сегодня уже дорога будет открыта. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Продолжение следует... Продолжение следует...